Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Что значит почитать родителей? Как правильно исполнить эту заповедь? Значит ли это, что надо всегда поступать, как они скажут? 20 глава книги Исход. Вот знаменитый великий доколог, 10 заповедей. «Почитай отца твоего, мать твою, что продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Как говорит апостол Павел, это единственная заповедь с обетованием. Богу настолько важно, чтобы человек соблюдал эту заповедь, что за нее единственную он обещает нам на земле долгую и благоденственную жизнь. Благословение Божие с тем человеком, который почитает отца и мать. Почему? Потому что это самое близкое, что есть на земле, к тому, как должны строиться отношения человека к Богу. Когда апостол спрашивает Христа, как нам молиться, он говорит, молитесь так, Отец наш, который на небесах. Он берет этот образ. Он берет его, когда рассказывает о том, как Бог относится к человеку, когда в 15 главе Евангелия от Луки нам повествуется о блудном сыне и его отце. Поэтому человек, который не почитает земного отца, он с этим разрушенным к нему отношением не сможет построить нормальные сыновные отношения с Отцом Небесным. Интересно, что нет заповеди о любви к родителям. Не сказано «возлюби родителей твоих». Хотя, казалось бы, что это должно быть. Это логично. Любить надо каждого человека. Но вот, оказывается, Священное Писание этого не требует. Почему? Потому что любовь к родителям, она, конечно, естественна для человека. Но бывает так, что родители себя ведут по отношению к ребенку так страшно, что эта любовь не рождается. Она умирает в детстве под крик, под побои, под полное невнимание, под нежелание дружить с ребенком или обеспечивать его, кормить его. Вот сейчас, к сожалению, постоянно сталкиваемся с людьми, которые через суд доказали, что не должны платить алименты на своего ребенка и объявляют об этом как о победе и радуются этому, что можно дальше жить на все деньги для себя. Такой ребенок, когда вырастет, разве будут любить такого отца? Нет, конечно. Но заповедь о почитании. О почитании это несколько другое. Даже если отец, который не заботился о ребенке, появится в старости в жизни ребенка, ребенок должен будет его почитать. Он должен попытаться из тех ресурсов, которые у него есть, обеспечить ему нормальную старость и через это получить благословение Божие. Он должен его, может быть, принять и успокоить, даже если в сердце нет любви к нему. Я думаю, что почитание родителей, помимо заботы о них, включает в себя неосуждение родителей. Вывести родителей вообще из поля моего суда я должен, каждый из нас. Мы не судьи своим родителям, так же, как наши дети не судьи нам. Тогда, несмотря на любые ошибки родителей, можно построить такие отношения, которые будут почитанием. Вопрошающие спрашивают, значит ли это, что надо всегда поступать, как они скажут. Нет, не значит. Человек вырастает и строит свою отдельную жизнь. К сожалению, родитель, если он эгоист, или если он любит, как владеет для себя, он пытается владеть своим ребенком, и тогда, когда ему 30 лет, и 35, и 45, и даже 50, обижается, манипулирует, заставляет поступать по-своему, разрушает семью своего ребенка, лишь бы ребенок слушался его. Вот здесь нужно очень много молитвы, смирения и мудрости для того, чтобы остаться самим собой, пройти между этой сциллой и харибдой, остаться самим собой, сохранить свою семью, сохранить любовь, например, со своей женой, и при этом сохранить любовь со своей матерью. Это бывает очень трудно, если между ними нет не только любви, а есть ненависть и неприязнь. Но когда человек женится, он должен вспомнить слова, оставить человека отца свою, матерь свою, прилепиться к жене своей, буду два вплоть едину. У него уже новое, более важное единство. Он уже не сын или дочь, а он прежде всего муж или жена, а потом уже сын и дочь. Но при этом заповедь о почитании родителей с него никто не снимает. И это вызов, иногда тяжелейший духовный вызов для человека, для того, чтобы он через молитву, через смирение, через служение обоим привел их к миру. Потому что все равно рано или поздно невестки ухаживают за лежащей свекровью. Кто еще за ней будет ухаживать? Выносить из-под нее утку, кормить ее с ложечки. И тогда, через это служение, через смирение сына, который соединил их в себе, может прийти любовь, и тогда Господь победит в наших сердцах. Но если родители требуют чего-то неправильного от ребенка, противоречащего заповедям Божьим, конечно, прежде всего мы должны слушаться Бога. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!